здравствуйте я врач фитотерапевт диетолог борис качко автор сотен видео на собственном канале youtube автор десятков опубликованных книг брошюр научных статей сегодня прекрасным весенним утром 19 марта 2016 года решил на своем канале дополнительно запустить новую серию видео прогноз погоды на завтра вернее медицинский прогноз погоды на завтра потому как вчера 18 марта в киеве было плюс 7 великолепная такая весенний вечер был с легким дождиком но сегодня 19 марта вот такие великолепные условия я прекрасно понимаю людей метеочувствительных а особенно метеозависимых которые таким резким переменам погоды могут быть абсолютно не готовы я понимаю людей и ощущающих себя абсолютно здоровыми ведь такая резкая перемена погоды вчера как бы стартовала весна а сегодня вдруг вернулась зима и к этим условиям нужно быть готовым именно потому не просто прогноз погоды какая температура ожидает вас завтра а медицинский прогноз погоды какие изменения в образе жизни системе питания в приеме фитопрепаратов в приеме препаратов вы должны внести в свой образ жизни какие коррективы вы должны внести в случае наличия тех или иных заболеваний потому как такие колебания погоды вы ими ими не управляете но они управляют вами они управляют вашим уровнем здоровья и чтобы вы жили долго и счастливо и не были зависимы так жестко от переменных условий погоды а правильно их использовали для своего здоровья именно для этого я и хочу запустить этот канал для чего вы ищете продоз погоды во первых чаще всего чтобы правильно подобрать одежду по погоде и не выглядеть белой вороной шуба летом не всегда логично а вот зонтик даже в солнечный день может некоторым пригодится потому как те условия которые вы видели очень легко сгореть на вот таком весеннем солнце когда снег отражает солнечные лучи можно вызвать солнечные ожоги не только кожи лица но и глаз поэтому как максимум прогноз погоды нужен чтобы не заболеть но обычный прогноз погоды достаточным если вы абсолютно здоровы и обычного прогноза погоды крайне мало при наличии любых заболеваний поэтому вам нужен именно медицинский прогноз погоды потому как каждое отдельно взятое заболевание а тем более несколько заболеваний так Так или иначе ограничивают ваши возможности. И какие-то изменения в погоде не имеют для вас практического значения. А некоторые могут не только обострить болезни, но и резко нарушить уровень здоровья, вплоть до смерти. Например, вот такие погодные изменения, как наблюдаются сегодня, они очень опасны гипертоникам, очень опасны людям с ишемической болезнью сердца. Потому как резко нарушают возможности адаптации сердечно-сосудистой системы и создают для нее определенные сложности. Поэтому, если вы не являетесь обладателем скафандра системой климат-контроль, вы находитесь в зоне риска. Просто любые резкие изменения атмосферного давления, уровня влажности, температуры окружающей среды, как по отдельности, так и в комплексе, могут всего один раз в жизни вызвать необратимые изменения. Смотрите это видео дальше. Приведу несколько примеров из жизни. Один известный миллиардер уже неоднократно пересаживал себе сердце. Для него операция под миллион долларов, как для обычного человека на раз зуб заплангировать. И с одной стороны кажется, все прекрасно, современная медицина продвинулась далеко вперед, и в случае необходимости, любой человек может себе такое позволить. Но с другой стороны, довести миллиардера до такого плачевного состояния здоровья, это же надо было уметь! За его деньги! И думаю, что немалые! Просто лечение это здорово! Но значительно эффективнее, на мой взгляд, и правильнее это профилактика! Я думаю, что он заплатил бы больше, чтобы его не довели до такого состояния, чтобы пересаживать неоднократно сердце. Поэтому, если вы пока не готовы к таким расходам, к таким капиталовложениям, берегите то, что имеете. Причем исходный уровень здоровья не имеет никакого значения. В данном случае, да, вы можете ощущать себя здоровыми, но еще один очень интересный пример из жизни. В 2015 году перед майскими праздниками в Киеве состоялся полумарафон. Нужно было пробежать чуть более 21 километра. Как вы понимаете, неподготовленный человек на такую дистанцию просто не пошел, он не пробежался бы и не добежал бы. Бежали люди подготовленные, знающие, что они эту дистанцию пробегут и, возможно, ожидали на какой-то результат. Результат марафона интересен. Один участник умер в карете скорой помощи вскоре после финиша, несколько человек оказались в реанимации. Десятки сошли с дистанции по причине потери сознания. Почему? Смотрите видео дальше, я расскажу об этом прямо сейчас. Какая же основная причина? На мой взгляд, она на поверхности. Это внезапное потепление. Просто накануне температура была воздуха плюс 5-6. А в день марафона она поднялась до плюс 24. Или по-иному до верхней границы области теплового комфорта. То есть, иными словами, спортсмены бежали в комфортных условиях. Но! Их организм самостоятельно не успел адаптироваться к новым условиям окружающей среды. А спортсмены, часть из них, не знала, как помочь своему организму адаптироваться к этим новым условиям. Как вести себя в этих условиях. И, совершая физическую работу, иными словами, работающая мышца. В ней вырабатывается тепло. Кровь разносит тепло по организму. И пытается организм избавиться от избыточного тепла испарением через легкие и выделением пота через кожу. В результате, потери воды резко увеличились. То есть, при совершении той же нагрузки, которую спортсмен легко выдерживал несколько дней до этого, в этих условиях он терял воду быстрее. И, понятно, критически увеличилась вязкость крови. А вязкость крови, она проверяет мощность сердца для совершения той или иной нагрузки. Закономерный результат, пытаясь выполнить ту же нагрузку, вернее, пройти ту же дистанцию за то же время, то есть, выполнить максимальную мощность, которую спортсмен был готов выполнить ранее, организм быстрее обезвоживаясь, быстрее попал в очень неблагоприятные условия. Густая кровь, нагрузка на мотор и закономерный результат. Острая сердечная недостаточность у нескольких мужчин. Один из которых умер фактически после финиша, двое оказались в реанимации. И острая сосудистая недостаточность у десятков. С потерей сознания в основном это были женщины. Просто у женщин и мужчин по-разному работает сердечно-сосудистая система. Мужчина, имея жесткую, хорошую мотивацию, пытается выполнить нагрузку. И мотор на каком-то этапе останавливается, потому как он не может тянуть уже эту густую сметану по кровеносному руслу. Женщинам немножко проще. При нагрузке у них расширяется, падает сосудистый тонус, падает давление. Легкое головокружение, женщина падает с потерей сознания или, скажем так, где-то рядом с этим состоянием. Да, какие-то травмы при падении, но они остаются живыми. Сколько в тот же день погибло людей, сажая перед весенними, перед майскими праздниками картошку на низком уровне здоровья? Мне сложно сказать. Но! Знаю точно, что люди с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, ветососудистой дистонии, то есть больные люди, которые принимали активное участие в марафоне около своего телевизора, и не берущие близко к сердцу чужую глупость или низкий уровень осведомленности, точно остались живыми. Безусловно, можно совершать ошибки самостоятельно, а можно учиться на чужих ошибках и сохранять свое здоровье. Поэтому смотрите видео дальше, дальше будет интересная информация. Безусловно, ваша болезнь или, не дай бог, преждевременная смерть сделают некоторый всплеск и повышение ВВП вашей страны. Но! На мой взгляд, значительно лучше, если вы все-таки сохраните свою жизнь, укрепите свое здоровье и будете продолжать еще много лет активно участвовать и в своем бизнесе, и в других видах бизнеса. Это в большей степени и на более продолжительное время существенно поддержит экономику вашей страны. Поэтому, если вы не хотите в ближайшем будущем стать активным спонсором владельцев медицинского бизнеса, или один раз в жизни поучаствовать в бизнесе похоронном, нужно правильно и ответственно относиться к прогнозу погоды на завтра. А что вам даст медицинский прогноз погоды на завтра, вы увидите и услышите прямо сейчас. Что вы можете получить, прослушав уже сегодня медицинский прогноз погоды на завтра? Рекомендации по рациональному изменению образа жизни, правильному питанию, употреблению воды, применению фитопрепаратов, фармпрепаратов. Рекомендации, которые будут относиться к тем заболеваниям, которые имеют в данном случае наибольшее значение и на применение которых у вас будет достаточно времени. Что вы получите завтра, правильно применяя эти рекомендации на практике? Улучшение уровня здоровья, улучшение качества жизни и потенциальное увеличение продолжительности жизни. А это если вы не ведете исключительно натуральное хозяйство и не потребляете исключительно то, что производите, но резко повышает на годы и десятилетия поддерживает ВВП вашей страны. Если вас это реально интересует, я имею в виду ваше здоровье и вашу жизнь, тогда смотрите прогноз погоды на завтра на моем канале. Если вы руководитель любого уровня, тогда правильно используя прогноз погоды на завтра, вы сможете получать более значительный результат, прикладывая к этому существенно меньше усилий. Более того, вы сможете предупредить увольнение сотрудников, ну как минимум по здоровью. Ведь часто присутствующая сегодня веет о суисто-дистонии при неправильном к ней отношении может спровоцировать как минимум эмоциональное выгорание или депрессию. А как максимум синдром внезапной смерти. Более того, треть людей метеочувствительны, они чувствуют изменения погоды и не знают, как на это правильно среагировать. А треть людей метеозависимы. Они зависимы от погоды и их уровень здоровья и их работоспособность также зависимы от погоды. А это можно изменить в лучшую сторону. Что вы еще получите? Ну, мини-консультацию у врача, диетолога, фитотерапевта по тем заболеваниям, которые имеете. Или уверенность в том, что погодные условия завтра не смогут существенно повлиять на ваше здоровье. Правда, могут остаться и другие факторы, но от погоды это будет зависеть уже в меньшей степени. Что вам нужно будет делать дальше? Ну, как минимум, программа минимум при получении прогноза погоды на завтра выполнять те рекомендации, которые вам нужны. Это в случае, если вы хотите работать в одиночестве. Если же вы хотите работать в коллективе, можете отправить ссылочку на прогноз погоды своим друзьям, знакомым сотрудникам, подчиненным, руководителям. Тогда вам не придется, если вы руководитель, искать и готовить новых сотрудников. И не важен уровень, это небольшая компания, либо премьер-министр, президент страны. Всем нужно крепкое здоровье, все хотят жить дольше и лучше, всем нужно активное долголетие, а с помощью медицинского прогноза погоды на завтра вам это будет сделать проще. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А ссылочки на видео медицинский прогноз погоды на завтра вы можете найти в комментариях под этим видео, они будут последовательно появляться именно под этим видео. или если вы подписчик канала, то вы получите уведомление о новом видео в свою почту. До новых встреч на моем канале. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.